МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ. Сегодня выпуски. Первое дыхание весны ощутили сегодня в магаданских теплицах. Началась пикировка 5000 саженцев огурцов. Гульку же ее рассаживают в грядке. Гибель магаданца под ковшом погрузчика теперь расследует Следственный комитет. В его действиях усматриваются признаки преступления. Уникальный музей Дню науки открыл двери для всех желающих. Сотни людей воспользовались возможностью узнать тайны Земли. Огромная тектора, молния вырезается, разряд электрический. Северную пластику и грацию показали стране утренней свежести. История о том, как приняли коллектив НР в сдержанной Корее и как пришлось обходить закон, чтобы показать всю гармонию танца. Приходилось некоторые костюмы менять. Об этом и многом другом за 15 минут. Первое дыхание весны ощутили сегодня в теплицах предприятия «Тепличная». Началась пикировка рассады огурцов. 5000 саженцев огурцов посадили в отдельные емкости. Это сорта «Кураж» и «Элина». Но будет в этом сезоне и новинка – сорт «Эффект». Агрономы надеются получить от него более высокий урожай. Недели через две мы будем уже высаживать их в теплице. И в дальнейшем они уже в теплицах начнут уже расти до своего определенного роста, когда они начнут уже давать продукцию. Через несколько недель начнется посадка томатов. Это будут знакомые магаданцам сорта помидоров «Ляляфа», «Альгамбра» и «Евпатор». На предприятии с марта по октябрь планируется собрать около 150 тонн огурцов и 20 тонн томатов. Первый урожай ожидается в конце марта – начале апреля. Цены на продукцию планируется оставить на уровне прошлого года. Сегодня стартовал городской этап всероссийского конкурса «Педагог года». За должность советника российского министра образования и хрустального пеликана в Магадане борются 14 учителей и воспитателей. Участники поединка представили визитные карточки во Дворце детского и юношеского творчества, а со следующей недели на четыре дня переместятся в английскую гимназию и пройдут шесть испытаний. Десять критериев учтет жюри при подведении итогов. На методику преподавания, на подготовку учителя, на его мастерство, на его умение увидеть каждого ребенка на уроке. Ну и, конечно же, на творчество, на что способен учитель в нестандартной ситуации. Победители городского этапа станут участниками областного тура. Лучший в регионе в сентябре поедет на всероссийский конкурс в Санкт-Петербург. Сегодня в Магадане оперативники полиции передали материалы доследственной проверки о гибели магаданца под ковшом погрузчика в Следственный комитет. Проводится проверка по статье «Нарушение эксплуатации транспортного средства». Водителю, совершившему наезд на человека, могут предъявить и другое обвинение. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека. Расследование данных преступлений отнесено к компетенции следователей Следственного комитета Российской Федерации. Житель Магадана в 19.45 6 февраля погиб под колесами фронтального погрузчика на улице набережной реки Магаданки. По предварительным данным, водитель не имел права управления техникой. Эксперты проверяют, был ли водитель трезв. После проверки Следственного комитета решится вопрос о возбуждении уголовного дела и по какой статье. По словам оперативников, 40-летнему водителю погрузчика может грозить до 5 лет лишения свободы. Общий объем воловой продукции в Магадане за год вырос на 3,8%. Активно развивается торговая сеть. Так, в 2017 году было открыто 63 магазина, а также два гипермаркета и торговый центр. Такую аналитику получили специалисты комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана. Производство мяса увеличилось почти на 6%. Наблюдается рост и в производстве молока. В сравнении с 2016 годом более чем на 7%. Хорошие результаты получили и фермеры. Почти на миллионы яиц больше поступило в торговую сеть. А солнечное лето позволило собрать овощи на 65 тонн больше. В течение 116 дней проводились ежедневные ярмарки по продаже сезонной сельскохозяйственной растеневоческой продукции. Это вот здесь, на Дзержинского, 19. То есть предоставлялись места, столы безвозмездно для продажи этой продукции. Специалисты комитета отметили также, что в Магадане 6-й год работают социальные накопительные дисконтные карты «Любимый покупатель». В 2017 году они давали 5-процентную скидку на все виды товаров в четырех торговых точках. Бесплатно их получают пенсионеры, остальные могут приобрести за 50 рублей. Музей СВК НИИ открыл все свои секреты. Тысячи находок, образцов, изысканий стали доступны сотням магаданцев. История о том, как творческий коллектив НР совершил гастрольный тур в страну полных противоположностей. Мобильный репортер показал, где и чем обедает горностай. Дикое животное настолько уверенно позирует людям за трапезой, что вызывает недоумение. Едва не завершилась трагедия и, казалось бы, рядовая для сотрудников полиции ситуация. Житель Гагарина-2 заявил, что у него украли шапку. На вызов приехали дознаватель и сотрудники патрульно-постовой службы. Им открыл дверь нетрезвый магаданец. Без объяснений он достал пистолет. Екатерина Шиханова помнит, произошедшее лишь частично у нее было шоковое состояние. Девушка работает дознавателем более пяти лет, но оружием ей угрожали впервые. Преступник целился в лицо. Я действительно испугалась и, наверное, даже не наверное, а спасибо сотрудникам полиции, которые действительно со мной были в этот день на вызове и очень быстро отреагировали на действия этого гражданина. Ну и, наверное, спасли мою жизнь. Дознавателя сопровождали полицейские патрульно-постовой службы «Канат» Жангазиев и Александр Кузнецов. Напарниками молодые люди стали в 2016 году. Сработаться успели достаточно, чтобы в экстренном случае все сделать правильно. Первым среагировал «Канат». Он выбил боевое оружие из рук злоумышленника. Данная ситуация прекрасно, мне кажется, иллюстрирует, насколько профессионален «Канат», как сотрудник полиции. Даже секунды не прошло, как он среагировал на угрозу оружием, применил прием и был правонарушитель обезврежен. Когда данный гражданин направил пистолет в сотрудника полиции, естественно, я за коллегу начал переживать. Все случилось автоматически, как мы постоянно нарабатываем. За все годы существования органов внутренних дел на Колыме при исполнении погибли 15 сотрудников. Возможно, менять статистику несколько дней назад не пришлось благодаря «Канату» Жангазиеву и Александру Кузнецову. Руководство областного управления МВД намерено поощрить полицейских за грамотные действия при задержании лица, угрожавшего жизни человека. Аллея бременских музыкантов появится в городском парке. На пустом участке рядом с автогородком построят музыкальную зону. Дизайн-проект сегодня рассмотрели в мэрии Магадана. Основными элементами станут три игровые площадки, дорожка, стилизованная под клавиши пианино, а также инструменты, на которых можно будет играть – ксилофон, барабан, интерактивный музыкальный шар. Украсят аллею фигуры персонажей мультфильма «Бременские музыканты». Предварительно весь проект обойдется не менее чем в 2 миллиона рублей. Возможно, на декоративных элементах власти сэкономят. Мне кажется, необходимо сохранить именно музыкальные инструменты, чтобы все-таки они были главными в проекте. Потому что этого в нашем городе еще не было. Это интересно, это новое. Проект еще пройдет общественное обсуждение. Если он получит одобрение магаданцев, то летом строители приступят к работе. Музыкальную зону разместят на небольшом пустыре в парке. Деревья при этом сохранят. В школе такого точно не покажут. Где еще дети смогут увидеть уникальные геологические находки, собранные со всех уголков региона? В мир нескучной науки мальчишек и девчонок погрузили ученые Института СВК НИИ. Сегодня здесь день открытых дверей. Экскурсию начали с редких экспонатов. Среди них древнейший представитель космоса – Палласит Амалон. Возраст его более 5 миллиардов лет. Здесь десятки метеоритов, у каждого своя захватывающая история. Огромная температура молния врезается, разряд энергетический. Она так расслабила материал, что сообразовался такой стакан. Застывший след удара молнии в землю под названием «Фульгурит Колынский». Дошкалята не только увидели, но и потрогали. Восторгом и интересом не смогли обделить дети мамонтенка Диму. Человек начал охотиться на животных, стал жить на берегу моря, построил такое углубленное жилище типа землянки. Наконечники стрел, орудия труда и фрагменты посуды. В археологическом зале хранятся экспонаты эпохи неаполита. Возраст находок более 12 тысяч лет. Всего в фондах музея хранится более 10 тысяч исторических находок. Особенно мне понравилось, когда нам рассказали, на кого охотились и как. Охотились на мажей, китов, тюленей и мамонтов. Раньше вселенной не было. Вселенная появилась, была только одна точка, а потом точка эта взорвалась. Взглянуть на оригинальную коллекцию агатов и ониксов гости музея смогли в зале систематической минералогии. Здесь хранятся экспонаты самых богатых и перспективных самоцветных провинций планеты. Но особой гордостью музей естественной истории считает уникальный каменный пол площадью 100 квадратных метров, покрытый полированной плиткой приморского скарна. В этом году открылась выставка пеплов, которые на северо-востоке у нас известны, особенно при Магадане, и которые, кстати, использовались в свое время при изготовлении бутылок нашего стекольного завода. Отметить День науки вместе с учеными Института СВК НИИ удалось сотням магаданцев. В следующий раз музей естественной истории распахнет свои двери 18 мая в Международный день музеев. Сегодня в Магадане прошла 9-я городская конференция среди школьников начальных классов. 54 юных изыскателей рассказали о своих исследованиях в области естествознания, социологии, истории и биологии. Сегодня на конференции 9-летняя Настя Корбивничия выступила с докладом на тему «Чипсы. Так ли это вредно?». Мы закапывали чипсы. Я думаю, что некоторые спрашивают, зачем их закапывали. А потому что они разлагаются, а картошки не было вообще видно. Вот чипсы еще вообще горят, как бумага, как пластик. В соседнем кабинете Алексей Яковлев демонстрирует один из способов нанесения граффити. Несколько лет мальчик обучался этому направлению. Учитель из Магадана уехал, а Леша решил поделиться своим опытом со сверстниками и членами жюри. Но если старшее поколение увидит, как рисуются граффити, то они равнодушно пройдут мимо. А если младше, то с удовольствием присоединиться. Все доклады включали не только теоретическую часть, но и практическую. Из 54 докладов 22 признали лучшими. Из них 15 работ стали призерами в различных номинациях. Впервые такие движения, ритм, пластику, увидели в стране утренней свежести. Ансамбль «Энер» вернулся с гастролей в Южную Корею. Месяц репетиций, режим ежедневной 8-часовой нагрузки с полной отдачей. Часовую программу отточили так, что исполнять ее теперь могут с закрытыми глазами в полном синхроне. Никто из зрителей не увидел твою усталость на лице. Поэтому мы отрабатывали все, как будто мы сегодня работаем в концерте. И я думаю, что это было не лишним, это было правильно. В январе Дни русской культуры в Южной Корее посвятили 23-м зимним Олимпийским играм. Пластика северных народов Колымы на сцене в чужой стране смотрелась контрастно. Скромность корейских девушек, танцы, закрытость их костюмов и подчеркнутую вежливость отметили все артисты НР. Но менять программу не стали. Показали танцы, сохраняя колынский стиль. Местная публика искупала в овациях. Они такие улыбчивые, такие добрые люди, прям даже я могу даже сказать, как дети. Такие невинные, хорошие. Чтобы выкупаться в овациях в Южной Корее, труппе пришлось оперативно подстраиваться под нормы таможенного законодательства. Меха диких животных запретили перевозить за границу. Приходилось им некоторые костюмы менять. Допустим, не менять, а натуральный мех заменять на искусственный. Один эскимосский костюм из морского котика все же добрался до корейского зрителя. Его выдали за шкуру коровы. Елена Зыбина говорит, что после турне ей потребуется несколько недель, чтобы вернуть на рядом прежнюю свежесть, заменить искусственный мех на натуральный и можно снова на сцену. Концертная программа уже обновляется в репетиционном зале. Примерно на 40% апрельская программа ансамбля НР будет представлена в ином ракурсе. Больше лирики и романтики. Это ласка, горностай, так и называется. Приходит к нам, кушает. Дикий зверь повеселил мобильного репортера. На стан недалеко от Усть-Неры повадился ходить обедать горностай. Без ложной скромности он каждый день лакомится продуктами. В меню вошло и особое лакомство – замороженная курица. Старатели прозвали хищника Джамбул. Нравится? Не могли разморозить, что ли, скажут. Да. Он, главное, на курятину нападает. Он не начал ручить. Набыть, Джамбул. Спонсор рубрики – магазин «Мастерок». МДК «Видео» принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова